Музыка Юлия Друнина – удивительная поэтесса, талант которой позволил ей очень просто и метко описывать собственные переживания, ужасы военного времени и, конечно, романтические отношения. Строки стихов Юлии Друниной оказались настолько близки каждому человеку, что до сих пор остаются актуальными. Стихи «Баллада о десанте», «Ты рядом и все прекрасно», «Зинка», «Осень» – эти и другие стихотворения по сей день заставляют читателей переживать чувства, которые вложила в них поэтесса. Юлия Друнина родилась в Москве 10 мая 1924 года. Отец девочки работал учителем истории, а мать – библиотекарем. Юлия ходила в ту же школу, где преподавал отец. Творческий дар девочки раскрылся еще в детстве. Маленькая Юлия писала стихи о любви и природе, представляя рядом очаровательного принца и переносясь в воображение в дальние страны, которых даже не видела. Также Юлия посещала литературный кружок и неоднократно участвовала в конкурсах поэтов. К сожалению, будущее оказалось совсем не таким безоблачным, как в стихотворениях. Война внесла свои правки в биографию Юлии Друниной. Едва окончив школу, девушка записалась с добровольцем в санитарную дружину. Юлии пришлось скрыть информацию о возрасте, соврав, что уже достигло совершеннолетия. Я пришла из школы, в блиндажи сырые, от прекрасной дамы в мать и перемать, потому что имя ближе, чем Россия, не могла сыскать. Девушку отправили работать санитаркой в глазной госпиталь. Суровое время диктовало собственные правила. Кроме прямых обязанностей, врачи и санитары помогали добровольным отрядам строить оборонительные сооружения. Спустя некоторое время Юлия Друнина была ранена на фронте. Оправившись от ран, девушка поступает в школу младших авиаспециалистов. По окончании она отправилась на Дальний Восток, в штурмовую роту. Там Юлию настигло известие о смерти отца, и Друнина отправилась в столицу на похороны. На Дальний Восток девушка так и не вернулась, добившись перевода на Западный фронт. Так Юлия Друнина оказалась в белорусском Гомеле, присоединившись к стрелковой дивизии. Спустя некоторое время девушка вновь получила ранение. Поправившись, девушка вернулась на фронт. Воевала сначала в Белоруссии, а затем и в Фрибалтике. В 1944 году из-за сильной контузии Юлию Друнину признали негодной к военной службе. И девушка вернулась в Москву. Война оставила неизгладимый след в душе Юлии Друниной. Страх, невыразимое горе и постоянные лишения – все это девушка выразит в многочисленных стихах о войне. «Я родом не из детства, из войны», – напишет Друнина. В столице девушка начинает ходить на лекции в литературный институт. Вступительные экзамены Друнина не сдавала, однако поэтессе разрешили остаться вольным слушателем. Уже в начале 1945 года в журнале «Знамя» появились первые взрослые стихотворения Юлии Друниной. А спустя три года, в 1948 году, вышла первая книга под названием «В солдатской шинели». В 1947 году Юлию Друнину официально приняли в союз писателей. Это стало не только признанием таланта поэтессы, но и поддержало Юлию материально. Следующая книга Друниной вышла в свет в 1955 году. Это был сборник под названием «Разговор с сердцем». Вскоре появляются книги «Ветер с фронта», «Современники» и «Тревога». Стихотворения моментально становились популярными. Трогательные строки оказывались близкими и родными каждому человеку, прошедшему через тяготы и ужасы войны. Когда в 1967 году Юлия Друнина приехала в Германию, журналисты спросили поэтессу, каким образом ей удалось сохранить женственность после того, что пришлось пережить. Юлия ответила с достоинством, подчеркнув, что именно за эту женственность, которая по сути есть материнство, ради спокойствия детей и погибали люди на войне. В 70-е годы вышли сборники стихов «Окопная звезда», «Бабье лето», «Я родом из детства». Фото и стихотворения поэтессы часто появлялись на страницах газет и журналов. Также Юлия Друнина написала прозаическую повесть «Алиска» – трогательное произведение о лисенке, которого принесли домой. В 1979 году Юлия Друнина выпустила автобиографическую книгу «С тех вершин». В 1990 году Юлию Друнину избрали депутатом Верховного Совета. Женщина была полна решимости отстаивать права людей, прошедших Великую Отечественную войну, а также войну в Афганистане. Но вскоре поэтесса осознает, что депутатская должность на самом деле бесполезна для каких-либо практических действий. После этого Юлия Друнина покинула депутатский корпус. Личная жизнь Первая влюбленность Юлии Друниной пришлась на военные годы. Судя по всему, девушка влюбилась в командира дивизии и даже посвятила этому мужчине несколько стихотворений. Ах, ком див! Как хранил он поблегшее фото Тонкашеи девчонки, связистки из роты Освещал ее отблеск недавнего боя Или, может быть, свет, что зовется любовью? Погасить этот свет не сумела усталость Фотография только она и осталась К сожалению, имя этого человека неизвестно. В стихах же Юлия называет своего возлюбленного Комбатом. Судьба этого военного также доподлинно неизвестна. Но если судить по произведениям Друниной, Комбат погиб на фронте, подорвавшись на мине. В 1944 году в личной жизни Юлии Друниной открылась новая страница. Девушка познакомилась с Николаем Старшиновым, который тоже был поэтом. Влюбленные два года прожили вместе, а затем поженились. Вскоре у Юлии и Николая родилась дочь. Девочку назвали Еленой. К сожалению, в 60-м году этот брак распался. Дело в том, что Юлия Друнина встретила другого мужчину, в которого влюбилась. Избранником поэтессы стал Алексей Каплер, известный сценарист. Юлия не смогла скрывать измену от супруга и попросила о разводе. Позже женщина признавалась, что это чувство было дано и свыше. Не бывает любви несчастливой. Не бывает. Не бойтесь попасть в эпицентр сверхмощного взрыва, что зовут безнадежная страсть. В 1979 году Алексей Каплер умер, после чего Юлия Друнина долго не могла прийти в себя. Смерть Юлии Друниной оказалась трагичной. Поэтесса покончила с собой. Эта беда случилась 20 ноября 1991 года. Всё произошло после развала Советского Союза. Страна и идеалы, за которой воевала Юлия Друнина, то, во что верилась, мигом оказалась разрушенным. В одной из предсмертных записок поэтесса признаётся, что не в состоянии жить в ужасном новом мире, построенном для дельцов. Юлия Друнина открыла выхлопную трубу в своём автомобиле и заперлась в гараже. В последней записке женщина попросила похоронить её рядом с Алексеем Каплером на Старокрымском кладбище. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok